МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В США встретился с молодежью Арцаха. Важно, что Ереван и Баку говорят друг с другом и достигают практических соглашений. Джеймс О'Брайен. Москва никогда не закрывала двери для диалога с Ереваном. Спустя почти 600 лет драгоценная Евангелие 15 века вернулась в Армению. Законодательные выборы 2023 года. Избирательная комиссия парламента Республики Западной Армения представляет официальный список кандидатов депутата парламента Западной Армении на выборы 2023 года. Принимайте участие в выборах в будущий парламент Республики Западная Армения. Заполните форму опроса и проголосуйте. Подтверждение вашего выбора за против или я воздерживаюсь, и правильно заполненная форма будет завершена нажатием клавиши отправить. Вы можете проголосовать только за, против или воздержался. Любые другие варианты будут признаны недействительными. Проголосовав, вы поддерживаете или отклоняете представленных в списке будущих депутатов парламента Западной Армении. Форма для голосования будет открыта с 8 утра 8 декабря 2023 года по 15 декабря 2023 года до 12 ночи. Сыны Западной Армении Арен Ованисян. Арен Ованисян из Араратской области. Ему было 18 лет. Учился в Ереванском государственном колледже культуры. Далее планировал поступить в Ереванский государственный институт театра и кино. Перед тем, как перейти на четвертый курс, принимает решение не брать отсрочку и отправляется на службу. Это было чувство долга перед родиной. В армию был призван 12 августа 2020 года. Служил в Марта-Керте. 27 сентября начинается 44-дневная война. При подъеме на позиции произошел очередной удар беспилотника. Арен прикрывает телом пятерых товарищей, спасая им жизнь. Сердце Арена останавливается от удара волны. Арен Ованисян был одной из первых жертв 44-дневной войны 2020 года. Имя в списке погибших появилось 28 сентября. Вечная слава павшим бою героям. Делегация Закавказья еще не выехала из Тбилиси, когда получила телеграмму Левона Карахана из Брест-Литовска, в которой сообщалось о передаче туркам районов Карса, Батума и Ардагана. Закавказский Сейм обсуждает ситуацию и пытается сформировать общую позицию. Брест-Литовский договор Сейм не принимает. Анной Жордания заявляет. Такого соглашения, как подписали большевики, мы не подпишем. Лучше погибнуть с честью на посту, чем быть опозоренными и преданными проклятию поколений. Армянские депутаты надеялись на переговорах с турками получить возможность реализовать право на самопределение в Западной Армении. Азербайджанцы поначалу осторожно, а затем все более открыто выражали свою поддержку туркам. Также заявляли, что нужно положить конец войне, довольствуясь границами 1914 года и не вмешиваться во внутренние дела турок. Главой делегации Сейма, отправившейся в Трабзон, был Акаки Чхенкелли, членами Абашидзе Гейдаров, Гвазава, Гаджински, Каджазнуни, Ласишвили, Мехтиев, Хасмамедов, Хатисян, Чиколин, Шейх-Уль, Исламов. В составе делегации было много экспертов, военных переводчиков. С армянской стороны присутствовали Рубен Терминасян, историк Лео и другие, также охранно численностью около 50 человек. Прибытие делегации примерно из 90 человек в Трабзон становится предметом насмешек турок. Об исторической встрече в Трабзоне можно ознакомиться на нашем сайте Вестер Армения Тви. 15 декабря посол Куин встретился с молодежью Арцаха, чтобы обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются и возможности большей интеграции посредством гражданской активности в Восточной Армении. Об этом сообщает посольство США в Восточной Армении. Права перемещенных граждан должны признаваться и защищаться как в День защиты прав человека, так и каждодневно. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен коснулся переговорного процесса между Восточной Арменией и Баку и обмена пленными между сторонами. О'Брайен затронул эту тему в интервью «Голосу Америки». Страны выступили совместным заявлением, продемонстрировав поддержку друг другу во многих отношениях, в том числе в их международных устремлениях, чтобы Азербайджан провел следующую климатическую конференцию ООН, на что он теперь имеет право. Надеемся, что это будет полезно для обеих стран, так же и для международных устремлений Армении. Проявление такой поддержки является важным шагом на пути к построению нормальных двухсторонних отношений. Мы надеемся, что очень скоро станем свидетелями достижения сторонами мирного соглашения. Обе стороны выразили заинтересованность в этом. «Мы, а также и наши партнеры по Европейскому Союзу и другие стороны готовы помочь им в этом. Нам хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось, потому что скорейшее заключение мира принесет огромную пользу», подчеркнул О'Брайен, добавив, что Соединенные Штаты сказали обеим странам, что очень рады поддержать мирное соглашение между ними. Уже провели несколько раундов мирных переговоров между двумя министрами иностранных дел, добавив, что они сделают это снова, если стороны решат, что это поможет им заключить мир. «Мы готовы помочь. Мы призываем обе стороны встретиться, и на данный момент каждая из них заявила, что готова работать в этом направлении». На вопрос до конца этого года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии ответил, «До конца года времени недостаточно, но мы сделаем все возможное». С 2020 по 2023 год 31 захваченных плен военнослужащих Республики Армении и военнослужащие, захваченные в сентябре в Арцахе, уже находятся в Армении. 7 декабря стало известно, что аппарат премьер-министра Армении и администрация президента Баку с распространением совместное закривление, согласно которому Баку освободит 32 военнослужащих, Ереван – двух военнослужащих, стороны предпримут шаги по укреплению доверия. В заявлении отмечается, что стороны осознают, существует историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности и достичь заключения мирного договора. Не говоря о том, что когда речь идет о территориальной целостности, Арцах является неотъемлемой частью Армении 1920 года. Россия никогда не закрывала двери для диалога и не блокировала возможности для контактов, тем более с такими союзниками, как Армения. Об этом в интервью «Спутник» заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин. Так Галузин ответил на вопрос, планируется ли в ближайшем будущем двусторонняя встреча глав МИД двух стран. «Мы всегда готовы», – добавил он. По словам замминистра, контакты в любом случае остаются. Последний раз министры встречались в Скопье на полях министерского саммита ОБСЕ. Галузин убежден, что нужно поддерживать активный диалог, чтобы вместе честно обсуждать и находить пути решения в существующих вопросах. «Мы на это нацелены. Уверен, мы преодолеем этот период в наших отношениях». Последние месяцы эксперты отмечают последовательное улучшение армяно-российских отношений. Армения не участвует в учениях ОДКБ, отказалась от квоты заместителя Генсека этой организации. Все это иногда сопровождается взаимными обвинениями и дипломатическими нотами. Вполне возможно, что Москва никогда не закрывала двери для диалога с Ереваном. Но затем, допустив геноцид армян Арцаха, с кем тогда закрывала двери для диалога Москва? С Карином или Степанакертом? И почему? Спустя почти 600 лет драгоценная Евангелие XV века вернулась в Армению. Церемония передачи книги в дар Матандарану состоялась 14 декабря. Директор Матандарана Араха Змолян считает дарение рукописной книги величайшим праздником как для научно-исследовательского института древних рукописей имени Месропа Маштоца, так и для арминоведов. По словам Араха Змоляна, с возвращением рукописей начинается государственная политика коллекционирования, что ценно, поскольку армянские рукописи имеют очень высокую ценность на международном рынке. Коснувшись нынешней деятельности Матандарана, директор подчеркнул, что они вступают в новый период реформ. Чем старше наши ценности, тем более новыми должны быть модели управления, механизмы популяризации и интернационализации этих ценностей. Цель Матандарана – сделать все возможное, чтобы он не воспринимался как национальный символ, сформировавшийся в подсознании каждого армянина, а был живым присутствием Центром уважения к знаниям, открытости миру и усвоения всех прогрессивных преобразований, подчеркнул Хазмолян. Рукопись передала Матандарану, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян. Мероприятие прошло под сопровождение государственного камерного хора Овер. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Шушан Петросян «Тарек Инц». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...